Коллеги, добрый день. Еще время 11 часов. Предлагаю начать. Сегодня тема нашего АГАТ российской технологии в топливно-энергетическом комплексе. Представлюсь, меня зовут Эдуард. Я продакт-менеджер по направлению АГАТ в компании Pematica. Сегодня вместе с нами Тулейманов Рафаэль, руководитель отдела продаж компании АГАТ российские технологии. И Голубихин Илья, пресейл-менеджер компании Pematica. Собственно, Рафаэль и Илья сегодня будут выступать главными спикерами. Расскажут про модельный ряд, который содержится в АГАТе, АТС, СБС, системы записи, системы оповещения. И расскажут про успешные кейсы, успешные реализации в топливно-энергетическом комплексе на базе моделей АГАТ российской технологии. Я же вернусь в конце вебинара. Расскажу более подробно про проектные и партнерские политики. Расскажу, почему выгодно сотрудничать с IP-матикой, выгодно выбирать в качестве главного вендора АГАТ российские технологии. И также расскажу, что необходимо сделать, чтобы больше зарабатывать нашим партнерам на АГАТ-РТ. Передаю слово Рафаэлю. Рафаэль, приветствую. Привет, Эдуард. Привет, Илья. Здравствуйте, коллеги. Начнем. Меня зовут Сулейманов Рафаэль. Я представляю компанию АГАТ российские технологии. АГАТ – это инновационная компания, основной вид деятельности которой – это разработка и производство программно-аппаратных комплексов полного цикла. То есть мы являемся как разработчиками аппаратной части, так и программного обеспечения. Основана компания была в 1997 году. На тот момент в штате было два человека. Сегодня в компании работает более 100 первоклассных специалистов. За это время мы получили богатый опыт в области связи и IT и зарекомендовали себя как надежный поставщик, что подтверждается десятками тысяч внедрений. На сегодня нашими заказчиками являются такие государственные структуры, как Минцифры, Роскомнадзор, ВСИН, Росреестр, МВД, Росгвардия, МЧС, Газпром, Росатом и многие другие. Оборудование имеет все необходимые сертификаты, включено в реестр Минпромторга, программное обеспечение внесено в реестр Минцифры. Все производство находится на территории России. Мы не стоим на месте, стараемся идти в ногу со временем, постоянно развиваем и совершенствуем наши продукты, о которых сейчас мой коллега Илья из-за EPMATIC вам расскажет. Илья, передаю слово. Добрый день, коллеги. Собственно, я пресейл-специалист из компании EPMATIC. Сегодня я вас познакомлю с технической стороной вопроса с поставляемым оборудованием от AGAT-RT. Более подробно сейчас про все это посмотрим. Оборудование, которое поставляет AGAT-RT, позволяет нам применять комплексный подход к автоматизации телефонии с помощью поставляемых IP-ATS AGAT для решения и оснащения предприятия качественной связью на основе современных технологий с помощью системы записи разговоров Sprut, которая позволяет вести запись разговоров по различным каналам связи. И также у нее есть функция речевой аналитики. Оборудование Sprut Inform для системы оповещения позволяет быстро и автоматизированно оповещать группы абонентов по любым каналам связи и также с помощью SMS. И также есть AGAT-SBC для обеспечения безопасности VoIP-связи и соединения разнородных протоколов в единую систему. Начнем мы с IP-ATS. В основном это представлен на AGAT-CU, которые позволяют проводить телефонизацию офисов, предприятий, различных ведомственных сетей. С помощью этих ETS мы можем построить надежное решение телефонии любой емкости, заменить морально устаревшие телефонные станции на предприятии и также заменить оборудование иностранных производителей. К основным преимуществам можно отнести универсальную архитектуру, адаптивность под любую задачу, которую можем представить, повышенную надежность и простоту и удобство администрирования, что достаточно хорошо для различных областей. Основные преимущества – это весь функционал современной IP-ATS, который позволяет широко интегрироваться с внешними приложениями и сервисами. Также можно кастомизировать под различные задачи заказчика. Есть встроенная система оповещения SprutInform, которая позволяет производить оповещение как по телефонным линиям с помощью смс и голосовых звонков, так и использовать функцию синтеза речи для того, чтобы переводить текст в голос и, соответственно, производить оповещение. Интегрированный сервер записи переговоров VTS позволяет записывать разговоры. Также новая подсистема распознавания ответа абонентов и преобразование записанных разговоров в текст – достаточно интересное решение и актуальное для рынка. Интегрированный конференц-сервер позволяет проводить аудиоконференции и селекторные совещания, также использовать как внутреннее включение абонентов, так и подключать в конференцию мобильных абонентов. И саму систему безопасности для IP-телефонии можно организовать с помощью встроенной системы мониторинга на АТС и отдельного решения AGAT CU-SBC. Модельный ряд представлен следующий, как для малого бизнеса, так и для среднего и для крупного. Малый бизнес – это IP-ATS CU-7212 и представлен он в двух решениях – одноюнитовое и двухюнитовое. Отличие основное – то, что в одноюнитовом мы можем проводить резервирование 1 плюс 1 по блоку питания, а в двухюнитовом мы также можем проводить резервирование 1 плюс 1 для системы управления. Основное отличие между версиями Base, Standard и Enterprise – это количество подключаемых линий различного типа и количество абонентов. С версии Base можно с помощью дополнительной лицензии провести обновление до версии Standard и до Enterprise. Для среднего бизнеса – это серия CU-7214, также одноюнитовое и двухюнитовое решения с теми же отличиями и преимуществами. И для крупного бизнеса – это модульная CU-7210, достаточно большого форм-фактора, который позволяет масштабировать до невероятных размеров для тех же провайдеров телефонелей и максимально крупного бизнеса. 7214 и 7210 позволяют нам проводить горячую замену модулей без отключения от работы, что дает преимущество для беспрерывной работы в любых ситуациях. В принципе, основные отличия по характеристикам представлены на этом слайде, потом в рассылке сможете посмотреть, более подробно с этим ознакомиться. С помощью IP-ATS AgatCU можно как построить локальную телефонную сеть с использованием телефонных линий общего пользования и линий от IP-провайдера, так и подключить различные виды телефонов внутри офиса. Это и аналоговые телефоны, и системные, диспетчерские пульты, IP-телефоны и DEC-телефония. Также можно построить геораспределенную телефонную сеть с помощью нескольких ETS с единой системой управления. Что касается контроля работоспособности оборудования, как я уже говорил, встроенная система мониторинга и управления нам позволяет производить наблюдения и, соответственно, какие-то действия, которые необходимо производить оперативно. Здесь мы можем увидеть модель оборудования используемого, время непрерывной работы, нагрузку на центральный процессор, его температуру, работу системы охлаждения. Также можно посмотреть объем жесткого диска, который используется как для хранения настроек самой ETS, так и для записи разговоров, какой уже использован объем и какой доступен объем для дальнейшей работы. Также в системе мониторинга можно увидеть активные линии на данный момент и, соответственно, реагировать, если произошли какие-то сбои. Основная гарантия качества работы оборудования заключается в ее надежности за счет отказа устойчивости. Как уже было сказано в моделях 72.14 и 72.10, есть возможность замены неисправных модулей без отключения питания, но на всех моделях АТС есть аппаратное резервирование модуля питания, а в двух юнитовых и в большой АТС 72.10 также резервирование модуля управления. Благодаря системе мониторинга есть круглосуточный контроль за работой IP АТС и мы также можем производить резервирование и восстановление всех настроек как по расписанию, так и, соответственно, в ручном режиме. Гарантия от производителя по умолчанию дается на год, но есть возможность расширения до 5 лет. Более подробно про это, скорее всего, Эдуард расскажет нам дальше. Есть полная русскоязычная документация и интерфейсы по конфигурированию IP АТС. Предоставляется квалифицированная техническая поддержка от производителя на протяжении всего срока службы. Также проводится обучение для IP специалистов по обслуживанию настройки от IP АТС в учебном центре и абсолютно бесплатное обновление для программного обеспечения. Систему дополнительной защиты, кроме системы мониторинга, можно дополнить оборудованием GATSBC. Это Session Border Controller, который предоставляет возможность обеспечить безопасность войп-соединений, а также соединить несовместимые различные сигнальные протоколы и медиапотоки, поступающие с разных устройств. Основное назначение это обеспечение безопасности связи, в том числе и в геораспределенной сети. Это транскодирование, шифрование медиатрафика, различное удаленное подключение сотрудников организации для работы с удаленного оборудования, как будто они находятся непосредственно в офисе, обслуживание входящих вызовов от клиентов по единым правилам и обеспечение безопасности неголосовых веб-сервис-каналов. Масштабирование АТС нам позволяет использовать как в малых офисах до 8 абонентов, так и масштабироваться до крупных федеральных масштабов, что позволяет нам подключить до 7000 аналоговых абонентов, использовать до 3000 цифровых телефонов различных производителей, подключать до 20000 абонентов IP-телефоней и до 5000 DECT-систем. Сами линии связи, которые мы можем подключить к оборудованию, масштабируются до 3000 каналов относительно аналоговых линий, до 120 потоков E1, до 500 IP-транков и также можно подключать выделенные ТЧ-каналы, например, рации и линии повещения. Поддерживается различная совместимость с оборудованием и ПО, в том числе видеоконференция, оборудование TrueConf, например, или EOLINK, IP-телефоны различных производителей, тот же EOLINK, ECHTEG, SNOM, Cisco, Grandstream, цифровые телефоны Panasonic, Unify, диспетчерские пульты, разные DECT-системы, софт-свечи и колл-центры, поддержка биллинговых систем и информационных систем, оборудование для видеонаблюдения, громкоговорящие системы и также поддерживается внешняя речевая аналитика. В принципе, на слайде представлены наиболее распространенные решения, но поддерживается гораздо большее количество. Всех представить невозможно, нужно уточнять конкретно для вашего решения. Так, а я бы вот еще хотел добавить, ну, мы не просто там EOLINK телефонные аппараты поддерживаем, мы сделали там более глубокую интеграцию, то есть работают клавиши BLF быстрого набора, и более того, еще сделали сервис AutoProvision для того, чтобы можно было из интервейса АТС раздавать настройки на телефонные аппараты. За последние пару лет мы поддержали большое количество аппаратов Cisco. Заказчики приходили с задачами модернизировать существующие Cisco Call Manager в рамках программы импортозамещения, но ключевым требованием было сохранить парк этих аппаратов, потому что замена по стоимости телефонов получалась дороже, чем поменять Cisco Call Manager. Ну, мы с этой задачей справились, да, у нас единственное было требование, чтобы аппарат поддерживал протокол SIP, и телефон мог перепрошиваться на этот протокол. Ну, более того, мы также сделали еще и поддержали сервис AutoProvision для настройки этих аппаратов через интерфейс станции AGAT. Ну, продолжая историю кейсовых внедрений, был не так давно реализован проект по замене станции AWAYA в Минэнерго, поставляли две станции с телефонными аппаратами EOLINK. По схеме, значит, задача была следующая. Сделать максимально надежное решение, то есть мы поставили две АТС геораспределенные. Каждая АТС локально зарезервирована вторым блоком питания и модулем управления. Каждые заходят отдельные каналы связи, основные и резервные. Мы ставили телефоны с несколькими SIP аккаунтами EOLINK, которые регистрировались на блоке 1, как на схеме. И в случае, если блок 1 по каким-то причинам падает, телефон автоматически регистрируется на блоке 2, тем самым сохраняя связь в Минэнерго. Наше оборудование также внесено в реестр МТР ПАО «Газпром». За последние несколько лет телефонизировали больше тысячи объектов структуры «Газпром». Из интересных последних проектов был у нас заказчик «Газпром» газораспределения Ленинградской области, у которого порядка 50 филиалов. Везде стояло разношерстное оборудование, где-то «Панасоник», где-то «ЛГ», где-то даже «Астерикс» стоял. Где-то вообще ничего не было. Обслуживать это с каждым годом становилось все сложнее. За зоопарк оборудования не всегда инженеры знали, что с этим делать. Собственно, мы предложили здесь решение полностью модернизировать связь на оборудование «Агат». Причем как раз благодаря разнообразному модельному ряду мы смогли предложить решение как для головного офиса, так и для небольших филиалов, где порядка 50 абонентов. С этой задачей справились. Полностью под ключ за полгода телефонизировали всю сеть станций «Миагат». Наш партнер делал монтаж и поставку. Дистанционно, собственно, помогали. Сейчас у них порядка 55 АТС установлено. Около 1500 аппаратов «Еолинк». Тоже разных моделей для руководящего состава, для рядовых сотрудников. В этом году они, кстати, еще планируют у нас покупать. Несколько станций расширяются. Также в этом году, буквально в начале года, поставляли 10 станций газораспределения «Ростов-на-Дону». Там задачка немножко другая была. Заказчик попросил поэтапно модернизировать связь в течение трех лет. Это первая поставка, по сути. Основной причиной, по которой выбрали «Агат», это высокая совместимость с оборудованием других производителей. Задача была такая – поставить станции и подружить их с существующими «Панасониками» и сохранить общий план нумерации, маршрута звонков, чтобы для абонентов это было как можно безболезненно. Вот мы сейчас часть, собственно, офисов поменяли на «Агат». Еще там ближайшие два года планируем порядка 20-30 станций поставить, полностью поменяв все «Панасоники». Также мы представлены широко и в энергетике. Наши станции включены в реестр IT-оборудования ГК «Росатом». Например, был проект по замене телефонии на четвертом энергоблоке Калининской атомной электростанции. Поставляли большой АТС с резервированием модулей управления и блоков питания. Интеграция с громкоговорящими системами была осуществлена. Из интересных проектов в том году поставили две станции «72-14» на новую строящуюся плавучую атомную электростанцию. Это новый проект, на несколько лет рассчитан. Наше государство планирует построить еще три плавучие атомные станции. Это вот первый такой, но уже есть как бы «Академик Ломоносов», а вот это атомные станции нового поколения. Соответственно, поставили две АТС вот в эксплуатацию по АТС «Панасоники». Планируется где-то в году 27-м. «Акад» там, соответственно, отвечает за обиходную связь на всем корабле. Эксплуатироваться по ТЭС планируется, насколько помню, в городе Пиек, Чукотский автономный округ, Восточно-Сибирское море. Помимо атомных станций «Росатом» структура большая, туда входят и различные другие предприятия. Вот, например, институт Лейпунского, который занимается научной деятельностью в области атомной энергетики и безопасностью. Это закрытое предприятие, оно находится в Обнинске. Оно все телефонизировано на базе станции «Акад», порядка 15 АТС там установлено. А в этом году они, кстати, расширяются, еще две станции у нас планируют купить. «Росгидро» в том году реализовали проект «Красногорская МГС». «Гидроэлектростанция» поставили на ТЭС 7214 на 500 оппонентов с тремя потоками Е1. Илья? Да, помимо самих ТЭС, как уже говорилось, для обеспечения комплексного подхода есть система записи «Спрут», которая позволяет нам ввести запись по различным каналам связи. Это профессиональное решение для автоматической записи телефонных разговоров как по аналоговым, так и цифровым телефонным линиям. Также есть возможность ввести запись разговоров по каналам IP-телефонии. Сама запись ведется как на жесткий диск компьютера, так и на другие цифровые носители. В системе записи разговоров «Спрут» есть распознавание аудио и перевод записей в текст. Также есть речевая аналитика для аудиозаписи. Основные характеристики и преимущества – это неограниченная лицензия. Соответственно, вы приобрели оборудование, установили, активировали лицензии и в дальнейшем вам никаких продлений для него не нужно. Оно работает уже и в установленном месте остается неограниченное время. Простой и удобный интуитивный интерфейс, аналогичный тому, который представлен на IP-ATS и в дальнейшем на SBC, на системах оповещения. В принципе, это один общий стиль, поэтому достаточно просто, понятно, разобраться возможно. Есть возможность отправки записи разговоров по e-mail. Доступ к накопленной информации через интернет. Само ПО работает как под управлением Windows, так и на Linux-системах. Есть контроль всех записываемых разговоров в реальном времени. Администрирование с возможностью разграничения прав доступа, как для настройки, так и непосредственно для прослушивания самих аудиозаписей, работы с ними. Централизованный контроль для сети аудиорегистраторов, которые представляют собой небольшие решения коробочные. Мы их, в принципе, чуть дальше посмотрим. Централизованный контроль для геораспределенной сети. Есть возможность дублирования и резервирования записей разговоров. Резервирование по электропитанию в режиме «Актив-Актив-1 плюс-1» и резервирование баз данных на SDD. Также есть возможность долгосрочного хранения архива записей. И новая функция – это распознавание речи и речевая аналитика. Из модельного ряда можно выделить различные комплекты, которые позволяют включать разные виды телефонии. Собственно, автономный сетевой регистратор Sprut SR – это небольшие коробочные решения, которые можно из единого места собирать данные. Они могут также автономно полностью стоять. С них можно собирать данные на карточку. Они позволяют подключать до четырех линейных каналов. И можно также подключить к ПК с помощью Ethernet. Есть решения в виде программного обеспечения Sprut 8 и различных плат CTI LH для подключения телефонных линий и линейных аудиовыходов, включения PRA-линий цифровых, также подключения различных линейных аудиовыходов и цифровых абонентских линий. Есть возможность использовать ПО Sprut 8 вместе с USB-ключом для записи каналов IP-телефонии по SIP и H323, и также полностью автономный интеллектуальный сервер записи Sprut SR 4000. В принципе, это похожее решение на SR 1000, только в большем размере. Он также полностью автономный, включает в себя ПО плюс возможности для записи, включения большого количества линий разного типа, в том числе четырехпроводные ТЧ-каналы, что достаточно удобно для организации записи разговоров. Рафаэль сейчас расскажет про примеры внедрения данной системы записи. Да, объединенная энергетическая компания, если кто не знает, она в Москве отвечает за все освещение. Так что, если у вас во дворе где-то перегорел свет на фонарном столбе, вы знаете теперь, к кому можно обращаться, куда жаловаться. Это мой такой один из любимых проектов. Мы его в том году закрыли, боролись там с нашим конкурентом, Центром речевых технологий. Но заказчик выбрал нас, мы оказались более лояльными, гибкими и по цене интересными. Задача была поставить системы записи на все подстанции ОЭК, запись диспетчерских переговоров, но с супернадежной схемой. То есть основной сервер записи на подстанции и параллельно еще подключен резервный сервер записи. Они оба одновременно пишут на себя все переговоры. Дальше это все валится на сервер хранения данных, центральное место. Спрут анализирует разговоры, затирает дубляжи, чтобы не хламить память жестких дисков. Сервера гибридные, соответственно, пишут на разных подстанциях разные типы линий, где-то E1 потоки, где-то IP, где-то аналоговые линии, где-то цифровые системы телефона разных производителей. Вот это все записывается. Также мы поставили еще и транскрибацию аудио в текст. То есть разговоры аудио переводятся в текстовый формат и далее ключевые слова цветом подсвечиваются, которые интересуют заказчика. Еще мы под этот проект реализовали доработку записи аппаратов CISCO в режиме built-in bridge. Все это работает под операционной системой Linux. Это было одним из ключевых требований заказчика. Ну и также через веб-интерфейс, через систему мониторинга из единого окна в онлайн-режиме можно наблюдать за работой всех серверов. Их там 40 штук стоит. И смотреть за их работой, за телефонными линиями. Если там, не дай бог, где-то что-то там отваливается, диспетчер может оперативно принимать меры. Кроме этого, широко используемся и в других структурах тег. По сути, задачи везде одни и те же. Запись диспетчерских переговоров. Из интересных кейсов недавних, вот буквально три недели назад, польская атомная станция покупала у нас системы записи. У нас действующий клиент. Подгрузили четыре гибридных сервера больших. Причем сервер четырехъюнитовый. На базе вот одного такого устройства пишется 96 проводных линий, 48 аналоговых, 48 цифровых системных телефонов. Ну, у одного производителя нет такого решения, чтобы на базе одного сервера записывалось такое количество каналов. Да, это может быть несколько серверов в одном кластере, который там в шкаф устанавливается, но они как бы отдельные, коробочные. А у нас как бы на базе вот четырехъюнитовой железки мы для Кольской реализовали такую задачку. Принцип там тот же самый. То есть есть еще и сервер хранения данных, который в центре звезды стоит, куда все архивируются в автоматическом режиме записанные разговоры. У них там по регламенту, по-моему, полгода разговоры надо хранить. И через программу мониторинга с помощью веб-интерфейса также заказчик может наблюдать за работой всей системы, принимать какие-то те или иные оперативные решения. Илья, вам слово. Да, продолжая тему комплексного подхода, есть также решение для оповещения о ЧАЭС или для сбора сотрудников. Это система на базе SprutInform. Ее основное предназначение – это эффективная система для автообзвона по различным линиям с помощью, например, голосового и смс-информирования сотрудников. Также есть единая система управления для сбора по тревоге. Там производится как телефонный обзвон, так и вывод сообщений на систему громкой связи. И также используется система SprutInform для телемаркетинга и рекламы. Основные решения – это автономный программный комплекс SprutInform на базе платы ольха и программного обеспечения. Либо серверные решения SprutInform CU для установки в стойку. В принципе, такое же похожее решение, как и IP-ATS и сама система записи SprutInform. Они аналогичны по форм-фактору, что достаточно удобно для расчета по месту установки и возможностям настройки. Также есть решение в виде российского ПО SprutInform, которое позволяет без каких-то дополнительных технических установок и настроек использовать систему оповещения. Плюс SprutInform идет как встроенный функционал непосредственно в IP-ATS, тоже достаточно удобно для использования. Веб-интерфейс у них в похожей стилистике, достаточно легко можно настраивать и разобраться в принципах установки. Основные особенности – это высокая скорость работы системы оповещения, возможность неограниченного количества сообщений, которые будут использоваться в оповещении, доставка с подтверждением получения, что позволяет проверить, получил ли сообщение целевой пользователь или нет. В принципе, это можно использовать как непосредственно для оповещения при ЧС, так и для различных маркетинговых решений. Возможность синтеза речи для озвучивания текстовых сообщений, настройка сценариев оповещения по дате, времени или различным наступившим событиям, гибкая настройка отчетов о прошедших оповещениях, любое количество рабочих мест, которые можно подключить в качестве целевого использования, и постоянная работа 24 на 7. Рафаэль? Да, завершая историю кейсовых внедрений. Система оповещения Спрутинформ в основном используется для двух задач. Это сбор руководящего состава в случае чрезвычайных ситуаций, либо обзвон должников. Как раз в ПАО «Газпром» для двух задач используется Спрутинформ. Где-то для сбора личного состава в случае чрезвычайных ситуаций, а вот, например, Межрегионгаз и газораспределение часто Спрутинформ используют для обзвона должников за газ. Из интересных кейсов последних. В том году поставили систему оповещения в ситуационный центр НК «Роснефть» в Москве. Оповещение по цифровому потоку Е1. В минуту оповещается порядка 50 абонентов. Параллельно еще закрепляется это все СМС-рассылкой с помощью шлюза Иостаровского. Система, кстати, очень понравилась заказчику. Вот они планируют в этом году докупить уже на базе АПК посерьезнее станцию на 100 IP-каналов оповещения по СИП с большим шлюзом, чтобы оповещать еще больше сотрудников, усилить надежность решения. Решение уже будет с резервным модулем питания, модулем управления более серьезное. Также и в других структурах Спрутинформ востребован в сетях. В принципе, задачи те же самые – сбор состава в случае чрезвычайных ситуаций. Коллеги, на этом все по кейсовым внедрению. Передаю слово, наверное, Эдуарду. Благодарю Рафаэлю, благодарю Илья. Спасибо. Было интересно. Коллеги, подводя итоги, заказчики выбирают продукцию АГАТ «Физкие технологии», хотелось бы, наверное, выделить следующие преимущества. В первую очередь, статус торб и нахождение в реестре Минцифры, что дает преференции, когда мы говорим о государственных заказчиках, о компаниях с государственным участием. В рамках тех вещей – это поддержка до 6000 IP-абонентов на базе 1.6, базе одной АТС и гарантируется до 500 одновременных ВАИП-соединений. Это я бы хотел подчеркнуть. 500 одновременных ВАИП-соединений в рамках 6000 абонентов. Наверное, это стандарт, который могут предложить производители. Но если мы говорим про АТС на 500 абонентов, то АГАТ может в рамках 500 абонентов АТС на 500 абонентов предложить 500 ВАИП-соединений. Это, я считаю, тоже большое преимущество. Многие производители закладывают треть от количества абонентов. Здесь же АГАТ дает большее количество одновременных ВАИП-соединений. Встроенная система записи разговоров в рамках дартного функционала. Встроенная система оповещения по телефонным линиям на базе АТС, либо отдельно сервер, отдельно программное обеспечение. Широкая интеграция с различными бизнес-приложениями и сервисами. Хочу обратить ваше внимание, что если какой-то готовой интеграции на текущий момент нет, то АГАТ идет навстречу и прорабатывает интеграцию доделать. То есть делается это легко и просто в целом. Выглядит следующим образом. Ставим АТС, заключаем доп. соглашение, в котором прописываем необходимые и сроки реализации. Такие кейсы у АГАТа уже были, и АГАТ в целом свою позицию высказывает «за». Если стоит задача, которая еще пока не реализована, АГАТ и Эпиматика будут пойти навстречу и реализовать этот функционал. Также из основных преимуществ – это наличие резервных модулей управления и питания, что тоже, наверное, важно в первую очередь государственным заказчикам, когда необходимо резервировать АТС не только по ядру системы, но и по питанию. По крайней мере, наши партнеры, которые прорабатывали проекты на АГАТ, обращали внимание и это спрашивали. И также высокая плотность аналоговых портов. Как сказали мои коллеги, в модели 7210 – это до 7 аналоговых портов одно шасси. Довольно большое количество, когда мы говорим о заказчиках, которые не готовы по тем или иным аналоговую инфраструктуру, хотят сохранить аналоговые аппараты. Им нужны ядро системы, актуальным в текущее время набором сервисов в их работе. Теперь, коллеги, перейдем к партнерской и проектной политике. АГАТ подлежит регистрации, необходимо регистрировать проекты. Регистрация проекта у нас b2b.ipmatica.ru. Что такое проект? Проектом считается в АГАТе от одной штуки АТС, от одной штуки системы записи разговоров и системы повещения, и также от одной штуки SBC. Все это является проектом и подлежит регистрации. Платы и модули, и лицензии от 100 тысяч рублей также являются проектом и подлежат регистрации. Для регистрации проекта требуется ИНН, компания заказчика и адрес установки оборудования. Это тот минимум, по которому в АГАТе регистрируем проекты и присваиваем ID проекта. Что касается регистрированных проектов, обновление проекта один раз в месяц. По возможности присылайте более детальную, более глубокую информацию. Мы в моменте предложить какую-то помощь. Демо, техническое задание, либо консультация ПКС. В АГАТе два партнерских статуса и авторизованный партнер. Соответственно, от статуса партнерского меняется скидка от рекомендованных. Для неавторизованных партнеров это 10% от РРЦ, для авторизованных партнеров от 20% РРЦ. Для того, чтобы стать авторизованными партнерами и получить более глубокую скидку от РРЦ, необходимо соблюсти несколько требований. В-первых, это наличие веб-сайта с корректной информацией о продуктах АГАТ и технологии и иметь в компании двух сертифицированных специалистов по продажам и по технике. И осуществить любой продукции АГАТ РРТ при соблюдении данных требований партнеру присваивается более старший партнерский статус и более глубокая скидка от РРЦ. Почему на слайде я пишу в рамках скидки от 10% и от 20%? Объясню. Рекомендованная РРЦ моделей АТС-ЦУ она закрыта. Конечный заказчик нигде в открытых источниках рекомендованную РРЦ по модельному ряду и по лицензию либо аппаратным опциям. Это политика производителя, а в целом эта политика дает возможность нашим партнерам закладывать ту цену, которую они считают корректной. действующие проекты. Если по каким-то причинам конечный заказчик приходит к нам непосредственно к производителю, то здесь мы видим, что проект уже зарегистрирован за партнером и отправляем его за ценой к партнеру. Почему стоит остановить свой выбор и сотрудничать с IPMATIC в рамках возможных производителей, которые есть в портфеле IPMATIC в первую очередь предлагает комплексные решения. Это не только ядро системы, а также оконечное оборудование прошло сертификацию и имеет сертификаты совместимости. Это мы говорим не только про E-Link, центральные телефонные аппараты, также в теле IPMATIC есть и оконечные, и как Gigaset. А если мы говорим про отельные системы, то здесь фанвил, домофония. IPMATIC может предложить вам наши демокомплекты оборудования для тестирования, возможно, для размещения в ваших деморумах, оборудование для тестирования и радиопланирования выдать как вашему заказчику, так и вам. Также пресейл-поддержка, предпродажная поддержка, техническая поддержка и сервисная поддержка в рамках брендов в портфеле IPMATIC. Актуальные маркетинговые материалы, обучающие тренинги и семинары, как, собственно, сегодняшний вебинар, доступ к складским остаткам компаний в разных регионах и оперативная доставка на склады партнеров. IPMATIC представлена в других городах Российской Федерации и странах СНГ, где есть склад и этот склад поддерживает с остатками для оперативной отгрузки. И система B2B для партнеров, где вы можете посмотреть также складские остатки и посмотреть цены. В заключении хотел бы остановиться обучение и сертификации. Хотели бы пригласить технических специалистов пройти учебный по АГАТ АТС Учебный курс по ссылке он в презентации сохранится и презентация вам сошлется, поэтому вы можете пройти его. Этот учебный курс для самостоятельного обучения после вы можете предложить создать ВКС, где можно обсудить возникшие вопросы и после чего вы проходите тестирование. Пройдя тестирование вы получаете сертификат этот сертификат дает вам возможность получить более глубокую скидку от рекомендованной розничной цены а именно 20% скидки. На этом коллеги у меня все если у вас есть вопросы пишите в чате постараемся вам ответить. Сергей Бородин вопрос задал планируется ли получение сертификата на АТС для работы в качестве городской АТС. Пейель подскажешь что такое у нас городская АТС Сергей первый раз слышу. но у нас станции в первую очередь считается УПАЦ для использования в офисах и на предприятиях если вы подразумеваете городской это типа как оператор связи который предоставляет услуги связи своим заказчикам нет Сергей пока не планируется. Наверное коллеги все если нет вопросов предлагаю заканчивать большое спасибо что уделили ваше время данный вебинар будет у нас запись на нашем канале в ютубе также мы разошлем презентацию надеюсь была полезной если ваши вопросы вы можете писать на почту так и вы видите на слайде обращайтесь в следующий раз мы встретимся с новой темой определим эту тему в ближайшее время и сделаем соответствующую ссылку большое спасибо еще раз Илья спасибо коллеги рабочего дня хорошего рабочего дня